Мир сегодня Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня из Лугарской области вновь сообщали о попытках наступления российских войск и войск сепаратистов. Интенсивные бои велись в районе поселка Рубежное, который был на 60% захвачен российскими войсками. Сражения велись на территории уже Рубежного. Было некоторое продвижение российских войск и на других соседних направлениях. Администрация Луганской области объявила о необходимости массовой эвакуации из зоны боев гражданского населения. Была договоренность о нескольких гуманитарных коридорах. Договоренности эти сегодня постоянно срывались, но имел место и вывоз жителей. К настоящему времени смогли эвакуировать 30 тысяч человек. Были случаи, когда артиллерийские снаряды и ракеты падали рядом с пунктами сбора беженцев. Есть убитые и раненые. Активные наземные бои имели место также к северу от Луганской области в районе города Изюм. Район Изюма и вплоть до Харькова рассматривается военными стратегами, как принципиально важный фланг в случае масштабного наступления российских войск с востока. Так же, как и Мариуполь на юге. Пока, однако, прибытие на восток существенных новых войск, выведенных из-под Киева, из севера, не зарегистрировано. Многочисленные воздушные удары сегодня были направлены против Харькова. Там только в прошедшую ночь было 27 воздушных налетов. Большая часть их была направлена против гражданской инфраструктуры. Все военные объекты хорошо укреплены или могут быть неизвестны российским военным. Тем более, что крен в сторону как бы более дешевой тактики устрашения с ударами, прежде всего по гражданским объектам, имеет место уже, по крайней мере, в последние три недели. На юге, в районе Николаева, сегодня были тоже массированные воздушные удары. Бои за Николаев, стоящие на пути к Одессе, ведутся с первых дней интервенции. Наземная война там сейчас в основном позиционная. Ни у кого нет достаточных сил, чтобы переходить в наступление. В Николаеве главными целями обстрелов тоже была гражданская инфраструктура. На прошлой неделе из Николаева были запомнившиеся многим кадры того, как одна из российских ракет пробила огромную дыру в правительственном здании. Пострадали тогда десятки человек. В воскресенье в числе погибших от обстрелов были несовершеннолетние. В понедельник были убиты 11 человек. Точные цифры по вчерашним и сегодняшним налетам пока неизвестны, но речь идет о разрушении нескольких больших жилых домов, госпиталей, интернатов и нескольких школ. Сегодня в первую очередь с помощью крылатых ракет продолжались удары по хранилищам топлива и заводам, которые могут иметь военное значение. Часть ракет запускалась с самолетов с территории Белоруссии. Взорваны были хранилища топлива в районе Николаева, также Новомосковской и недалеко от города Днепр. Эти хранилища снабжали топливом украинские войска в районе Харькова, Донбасса и Николаева. Вновь была обстреляна крылатыми ракетами область Львова. Две крылатых ракеты украинские военные смогли сбить. Обломки ракет упали на землю, вызвав пожары, но их удалось быстро потушить. Съемочная группа CNN побывала в небольшом поселке Бородянка, недалеко от Киева. Поселок был оккупирован российскими войсками на протяжении нескольких недель. В большей части он был превращен в руины. Жители Бородянки рассказывают, что уже убрали и похоронили много трупов, которые в том числе и на улицах бросали российские солдаты. Уборка тела, однако, еще не завершена. И корреспонденты сняли, как пытаются вынуть из обломков сгоревшие машины труп одного из местных добровольцев, который развозил продовольственную помощь жителям. Другой труп был найден во дворе дома, где располагались российские военные. Было и несколько других тел. Все они были в гражданской одежде. Между тем, украинские спецслужбы сообщили, что Россия готовит сейчас в районе Мариуполя операцию ложного флага, собирая тела погибших местных жителей, чтобы затем инсценировать массовые убийства собственных граждан украинскими военными. А параллельно были сообщения о мобильных моргах, привезенных в Мариуполе российскими военными. Тела могут собирать и сжигать, чтобы в городе не снимали кадры, похожие на те, которые поступали из Бучи. Сегодня публикуется видео, снятое с разведывательного дрона в дне оккупации Бучи. Визуально это видео не очень впечатляющее, но показывает, как действовали российские войска. На этом видео танк стреляет по находящемуся от него на большом расстоянии велосипедисту, идущему пешком, хотя никакой угрозы он никому явно не представляет. Танк охранял подходы к дороге, по которой двигался российский транспорт, а велосипедист ехал по параллельной улице, ему нужно было перейти дорогу, на которой стоял танк. Танк выстрелил в него из крупнокалиберного оружия, вслед за этим в сторону велосипедиста выстрелил еще один танк. Велосипедиста убили. Сегодня из Мариуполя удалось вывезти в районе 500 человек. В предыдущие пять дней попытки эвакуации неизменно срывались, а российские военные даже, мы рассказывали, арестовывали членов Красного Креста, которые ехали на автобусах в Мариуполь, чтобы забрать людей. Планировалось эвакуировать несколько тысяч человек, а не 500, но это оказалось невозможным. Но, во всяком случае, некоторые из жителей Мариуполя были сегодня до Запорожья доставлены. Сегодня в порту Мариуполя российскими ракетами было обстреляно и потоплено стоявшее там грузовое судно Доминиканской Республики. Никакой угрозы никому этот корабль не представлял. Ракеты были нацелены на него явно намеренно, хотя российские военные говорят об ошибке. Сегодня были достоверные утечки о том, что Чехия направила на Украину танки. Это танки времен еще Советского Союза, их немного больше десятка, но доставка их Украине. Шаг, наверное, принципиально важный, потому что до настоящего времени тяжелого вооружения украинцам не поставляли. Зеленский постоянно говорит о необходимости доставки самолетов, также танков. А ответ ему НАТО и администрации Байдена заключался неизменно раньше в том, что поставлять будут только так называемое оборонительное вооружение, что Путин не обвинил НАТО в агрессии. Поставляют же Украине высокоэффективные, но недостаточные запускаемые с плеча ракеты против самолетов и танков, небольшие дроны, способные пробивать броню. Предложение Польши о поставке Киеву Мигов-29 было администрации Байдена отвергнуто. Считают, что одна из причин того, что тяжелое вооружение не поставлялось украинцам, это и то, что и по НАТОвским расчетам украинская армия была слабая и могла проиграть войну именно за несколько дней. Тогда бы получилось, как в Афганистане, где талибы захватили массу оружия в результате быстрого наступления из-за поставки оружия недееспособной афганской армии Байдена еще и много склоняли. Конечно, сейчас поставки Чехии танков Украине не могли не быть согласованы с НАТО и прежде всего с американцами. Сделано это было без громких заявлений до тех пор, пока военная техника не попала уже в руки украинцев. Также нужно было и поставить Украине самолеты, как сегодня многие говорили. Также и в принципе неправильной реакцией Путина бояться до бесконечности нельзя. Умеренные политики на протяжении всей интервенции призывают быть с Путиным очень нежными, чтобы он не обиделся слишком сильно. Потому что он может как бы обидеться и либо зальет все вокруг химическим оружием, либо даже взорвет устрашающее какое-нибудь ядерное устройство. Но если руководствоваться страхом перед Путиным, то он как раз и получит возможность быть более агрессивным и действительно придет к выводу, что использование химического или ядерного шантажа скорее принесет ему выгоду, чем неприятности. Символические поставки Украине танков очень важны, но с военной точки зрения, наверное, еще более важным является согласие Чехии и Словакии разрешить своим предприятиям ремонтировать и переоборудовать тяжелое оружие. Помимо всего прочего, Украина захватила 176 российских танков, 34 самоходных гаубицы, больше 250 бронетранспортеров. Большинство их требует ремонта. В ходе обстрелов Украины крылатыми ракетами большой дальности российские военные пытаются уничтожать, прежде всего заводы, способные производить и чинить военное оборудование, а также хранилища топлива, без которого украинские военные тоже будут иметь большие трудности. Американским и другим разведкам очевидно, что после отвода российских войск с севера Украины, из района Киева, они будут переброшены в восточную Украину для начала мощного наступления. Поэтому украинцам сейчас форсируют поставку оружия. Помимо танков, сегодня объявлено также о срочных отправках оружия еще на 100 миллионов и со складов Пентагона. Сегодня Вашингтон объявил о новых санкциях, в том числе против крупнейшего российского Сбербанка и против взрослых дочерей Путина. В следующей части о показаниях Иванки Трамп по поводу атаки на Конгресс 6 января. Оставайтесь с нами.